Международная конференция Ядро-2019, организованная Лабораторией ядерных реакций и Лабораторией ядерных проблем ОИЯИ в сотрудничестве с МГУ и Санкт-Петербургским государственным университетом, вызвала небывалый интерес не только в российских, но и у зарубежных ученых и специалистов. Чтобы разместить 300 участников, пришлось задействовать конференц-зал Конгресс-центра особой экономической зоны Дубна. Конференция по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра проходила в 69-й раз и была посвящена фундаментальным проблемам ядерной физики. Ядра у границ наклонной стабильности и высоким технологиям. Это наша национальная конференция по ядерной физике, российская. Ну вот она проводится каждый год в разных городах России. В этот раз приехала в Дубну. Ну она уже, конечно, национальная, но очень много людей приглашено из других стран. Они все приехали, ожидается 300 человек. Это, в общем, достаточно большой масштаб. Ну, в общем, одно из таких событий национального масштаба. Первый день конференции в Дубне был посвящен 150-летию таблицы Менделеева. И доклад академика Аганесяна открыл пленарное совещание по синтезу новых сверхтяжелых элементов. Потому что это юбилей, 150 лет открытия закона периодичности, элементов Менделеевым. Возглашена Организация Объединенных Наций, это международный год. И ЮНЕСКО. Вот весь год он сейчас длится. И мне приходится делать достаточно много докладов в разных странах. У меня было два доклада в Англии, в Германии, во Франции. Но это еще продолжается. Будет до декабря этого года. И церемония закрытия будет тоже такая конференция, но только посвященная сверхтяжелым элементам в Японии. Я ее председатель этой конференции. Поэтому доклады в элементах сверхтяжелые. Международный год периодической таблицы химических элементов завершится в стране восходящего солнца. Из Японии, из научного центра Рикен, в Дубну приехал Токахаро Ацука, чтобы выступить с докладом. Для элемента с атомным номером 113 авторы его открытия из Рикен в свое время предложили название Нихони, что означает «Сторона восходящего солнца». Я работаю в университете Токио и в Рике. Я теоретик. И сегодня представляю нашу недавнюю работу по структуре атомных ядер. Это может помочь представить, насколько тяжелыми могут быть атомные ядра, и где будет лимит атомной массы. Я с нетерпением жду возможности обсудить это здесь с участниками конференции. Я был в Дубне три раза, и мой последний визит состоялся 10 лет назад. За эти годы Дубна изменилась, появились новые здания. Наступают новые времена. Я весьма этим впечатлен. Я с нетерпением жду будущих открытий физики, которые будут сделаны здесь, на установках дубнинскими учеными. В конференции принимают участие более 100 ученых из ОИВ Яи, столько же из институтов и вузов Российской Федерации и около 80 из других стран, в том числе из Японии, США, Франции, Индии и Китая и других стран. Ну, это одна из самых старейших конференций в нашей стране. Она уже 69-я по счету. Ну, это была самая массовая конференция для физиков-ядерщиков всей нашей страны. Она проводилась каждый год в разных городах Советского Союза. И в то время на конференции меньше, чем 400-500 человек не бывало. Это была большая конференция, потому что, да, и в университетах, и в научных центрах все занимались. Ядерная физика – это было очень популярно, очень значимо. Но, тем не менее, традиция продолжается. И вот сегодня, видите, сколько много народу приехало. Это вообще необычно в последнее время для этой конференции. Мы впервые принимаем участие в такой представительной конференции. Мы очень рады находиться здесь. Эта конференция представляет большой спектр результатов, которые очень интересны нам. Мы имеем возможность познакомиться с различными областями исследований в области ядерной физики. Я приехал для участия в конференции, которая является одной из наиболее престижных конференций по этой тематике уже более 60 лет. Я очень рад увидеть новые лица. С удовольствием слушал лекцию профессора Ганесяна. Здесь мой давний друг – профессор Насиров. Я рад его видеть. Надеюсь, он приедет еще в Индию для дальнейшей работы. Я очень рад, что приехал сюда. Я приехал из Техасского университета ЭНД, который на 100 миль в северне города Хьюстона. У нас обучаются 16 тысяч студентов. Я теоретик в области ядер и сотрудничаю с экспериментаторами. Я сотрудничал со многими русскими физиками с 1988 года. С большинством из них я встретился в институте, много раз приглашал их. Я приезжал в Москву, в Институт ядерных исследований и был в Дубне много раз. Я получаю удовольствие от уровня качества конференции, особенно от того, что сегодня представил профессор Аганесян. Аганесян – мировой лидер по открытию новых частиц. И настало время ядерной физики получить Нобелевскую премию. Это мое предчувствие. Я очень рад сотрудничеству и исследованиям. Я только что был в МИФИ и сотрудничал там с группой института. Несколько лет назад я приезжал в МИФИ на три недели. Как ядерные теоретики мы путешествуем по миру, общаясь с коллегами. Обычно она была всероссийская конференция. Вот уже несколько лет она трансформировалась в международную конференцию. У нас сейчас принимает участие где-то около 80 участников из стран и участниц ОИА. Поэтому мы выбрали рабочий язык английский. И вот, так сказать, и нашим людям из университетов приходится немножко включаться в этот процесс, в знание английского. Ну вот. Теперь в связи с этим нам пришлось делать пленарные совещания. Это большие, где выступают наши ведущие. Вот сегодня выступил Агнисян, Итки Сабо, Яйраскал, Кикелидзе, Омега-проекты. После обеда будет отцепо-японец рассказывать о японских проектах. И после пленарных у нас каждый день идут секционные совещания по разным тематикам. Это теория, это эксперимент, это даже прикладные исследования в этот раз появилось. У нас в программе стоят новые технологии с ядерной физикой. Поэтому очень приятно, что физика и ядерная физика возрождаются. И не только фундаментальные науки, не только теоретики, но и новые проекты создаются. Конференция «Ядро» уделяет правительство разных стран деньги, создаются новые коллаборации международные. И активно используются методы ядерной физики в других областях науки и техники. Конференция «Ядро» считается одной из самых престижных конференций в мире. Я уже не первый год участвую в этой конференции. Все многие казахстанские сотрудники, которые работают в ОИАИ. И в том числе и в этом году в большом количестве мы представлены более 10 докладов сотрудников из Казахстана. Здесь представлены именно многие доклады по ядерной физике. Это эксперименты, это теория, это какие-то новые методы в обработке, в исследовании каких-то новых направлений именно в ядерной физике. Я думаю, что здесь это очень хорошее место для того, чтобы привлечь ученых из университета к нашей проблематике. Потому что между центрами научными мы и так хорошо общаемся. С отдельными университетами, какие-то МГУ, Фестех, Баумановка, МИФИ мы тоже. А вот с другими университетами у нас раньше было много связей. И с Воронежским, и с Саратовским, и с Тверским, ну и с другими университетами. Вот эти связи как раз, я надеюсь, будут. Ну и тут много иностранцев из каких-то стран наших, участниц и не участниц. Так что довольно широкое представительство, неожиданно. Чем она замечательная, потому что на эту конференцию приезжают люди, ученые из большинства университетов России. И ядерную физику, и вообще науку создают не только великие люди, а еще пчелки, которые трудятся и делают эту науку успешной. Так вот эти пчелки, вот они сюда приезжают, и вот они здесь сидят. И мы, конечно, в этом участвуем и поддерживаем. Конференция «Ядро-2019» имеет большое значение для аспирантов, преподавателей вузов и сотрудников университетов, где есть кафедры ядерной физики. Это хорошая площадка для общения с ведущими учеными России и других стран.